здравствуйте дорогие друзья гости подписчики девочки нашего канала сегодня я снимаю видео и в видео я буду снимать салат баклажан про баклажан не про баклажан а с баклажан вот про этот баклажан до 2 баклажаны юра не мешай мне быть серьезным мне так нравится этот салат я его просто обожаю что я для этого взяла я взяла пучок кинзы 2 баклажана не знаю каких они размеров или сколько они средние баклажаны 1 луковка примерно 150 грамм головочка чеснока у меня небольшая 5 помидорок салат морковь по-корейски сама натерла тоже майонез масло подсолнечное для жарки я этот салат буду готовить очень быстро первым делом я крошу и мне нужно его пожарить вместе с баклажаном самое главное забыла сказать что ты взяла мужа своего и сказала так снимаем сегодня салат снимать а еще я посмотрела по листах нет такого салата как я могла пропустить не он так нравится я его люблю так идем ты будешь помощником повара ты будешь обжаривать чтоб не говорили что с очку и туда работают все кинокамеры сейчас я наливаю сюда масло так ложка две ложки 3 ложки как ты вычисляешь больших огромных по булькам на глазик наливайте масло как вам нравится я же не знаю сколько у вас будет лука и сколько баклажан я так на глазик взяла так и ты будешь перемешивать когда это все начнет накаляться почему я так сделал и накалила сковородку но хотя она горячая ладно это все быстро произойдет мне нужно порезать баклажаны почему я это все делаю мне нужно все очень очень быстро сделать у меня в курица в духовке вот этот салатик потому как мы открыли окно опять покажи уже залезть что ты тут натворил вот и далее тут у нас на кухне верхние как сказать фонари у нас окон нету внизу потому что мы находимся в подвальном помещении поэтому у нас окна наверху вот там видите зияет отверстие и оттуда летят мухи правда сегодня прохладно мух мало но тем не менее вот покажу вам что я тут видите пенопластом заклеил вот эти окна еще надо закрепить вот эти вот вот это еще с улицы буду делать все пока снимаем дальше сеньор баклажан я крошу баклажан порезала его вдоль и на брусочки режу вы можете кубиками порезать как вам больше нравится ты так и пальцы можно отчекрыжить того что я тороплюсь кстати почему я взяла оранжевые помидоры можно брать и красные просто много наспела с семенами подвели да да это я купила называется бычье сердце надо помешать иди побеги помешать лук уже смотрите какой у меня ответственное задание размешка лука или как помешивание лука перемешка 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 промешал у нас тандем наш трудится на кухне сейчас то мы окна делали я посолила баклажаны тандем юра и варисов и бежим срочно их обжаривать так закидываем баклажанчики хорошо что не будем кушать салат конечно салат жирный приготовьтесь кто не любит жирное можно не смотреть удар по печени готовься баклажаны любят массу так я убавляю плиту смотрите видите масло нет я не могу этого допустить но как они будут гореть что добавлю еще растительное масло можно оливковое мы не в италии у нас оливкового нет пока это все обжаривается я крышкой закрою не так горело помидорки очень спелые как жарится баклажаны варис обрезает все делает дождик пошел надо окно закрывать это залетать сюда будет оказываем вам весь процесс я не выбрала специально красивые там помидоры и есть такие взяла так она в жизни чаще так и бывает красота она теперь я их порежу всегда получают их порезу кубиком и посмотрите что я хочу с ними сделать их выложу на сито чтобы жидкость с них стекла лишняя пока у меня там готовится для салата жидкость течет и лишний не будет размешиваем баклажаны баклажаны продолжаем снимать расскажу вам историю почему он меня назвал дочь плотника эта история у нас произошла лет так 20 наверное 22 23 назад юра был на работе она мне нужно было срочно рассаживать помидоры ящиков мне не хватало я вышла на улицу у нас было много обналички да раньше пластиковых ящиков было дорогое да и вообще как то мы даже и не знали 20 чем-то лет назад это потом все стало да и дальше да расскажу у меня у нас в гостях была моя бабушка царство небесное баба вера и значит и она выходит на улицу а я взяла молоток ножовку напилила этого обналичника деревянного наколотила ящиков она выходит говорит о боже что ж ты творишь ты представляешь что ты творишь я говорю а что я творю зачем ты это делаешь я говорю чего такого что я ящики сделала приходит мой муж и она говорит юра ты представляешь дочь плотника а почему плотника у меня папка тоже на все руки специалисту наколотила ящиков тоже царство небесное ну вот вот таким образом он меня и прозвал дочь плотника да вот у меня эти помидорки стоят ну потихонечку будет скапывать с них а зачем чтобы не было лишней жидкости юра а мы сейчас ждем баклажаны они должны быть мягкими и обжаренными сейчас мы крышку поднимем а я в это время что сделаю мне же надо все побыстрее делать мне нужно порезать измельчить чеснок а любимая чеснока измельчилка измельчилка что я хочу сказать вы друзья те кто может быть попал первый раз попадет на этот салатик вы на канале юрий и лариса ивановы лайф и мы тут снимаем начали снимать видео о своей жизни потихоньку и снимаем также рецепты и в этих рецептах бывает ну делимся тем что у нас что умеет что в душе у нас вот я измельчила чесночок надо размешать все я быстренько готовлюсь к следующей операции все отпускаешь меня оператора отпускаешь на ремонтные работы пока баклажаны я обжарила выложила в тарелку баклажаны я обжаривала до мягкости вот столько времени сколько потребовалось не пять там не десять минут по моему побольше даже про это они у меня обжаривались главное чтоб мягкими были сейчас они маленько остынут и я начну собирать салат слоями можно без кольца его собирать ну модно же сейчас уже давно практикуется у людей красиво типа собирать с кольцом форму держит собираю я салат выложила первый слой баклажан теперь мне нужно их помазать еще такие масляничные они мне нужно их помазать майонезом так первый слой у меня баклажаны второй слой у меня морковь помидоры после моркови я не кладу майонез помидорки я подсолю помидорки у меня обалдеть какие сладкие солишь солишь и соли мало не возможно и после помидор у меня идет майонез майонез у меня с чесноком размазываю майонезом ну и все салат готов надо дать ему настояться и сверху украсить зеленью пусть стоит пока в форме вот такой салатик у меня получился я сняла форму так сейчас я посыплю кинзой можно посыпать петрушкой можно чем угодно можно вообще не посыпать и так красиво я этот салатик просто обожаю тем кто любит баклажаны советую приготовить а кстати если вы не любите морковь по-корейски ее можно просто взять и пожарить все сейчас покажу вам какой он получился вот такой вот вот такие слои у него баклажаны морковь и помидоры смотрите какой он красавец просто сейчас постоит еще у меня готовится курочка и будем обедать всем приятного аппетита хороших просмотров нам и не забывайте ставить лайк и поддерживать наш канал всем пока спасибо 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 что Продолжение следует...